приветствую всех на канале гейминг социал с вами как всегда я вен ультрим с вами продолжаем проходить ассасин скрит вальгала ассад париж сегодня пойдем главе 2 и там скоро если вот этот я значочек закрою значит скоро выйдет видео про незрим поехали и к ближайшей сейчас мы с вами быстренько добежим всяких перемоток посмотрим на мир так скажем целый целиком и бежать но карта маленькая поэтому ничего в этом страшного нет наверное начал проходить потихонечку незримых как только до прохожу потому что я всю карту почти оббежал уже как только до прохожу сразу же выпущу видео шо там и как там и вообще нужно ли это проходить кто-то уже наверно прошел моя вот а я как всегда буду последний в этот раз по assassin's creed в принципе последний многих был ранний доступ я тоже знаю но они по моему не сливали прохождение а у нас ранний доступ в рамках этого в рамках сезон паса был ты вышел 11 даже была уже доступна игра на 11 у меня еще не было интересно из стамина кончится слабость перестанет не перестанет интересно так ведь на я нажимаю что спешится ус видение королеве подождите сейчас синхронизируем пути 1 синхронизация будет это чё то это типа монастырь как 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 Ха! 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 Опа! Ха! 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 Хорошо, иди! Ха! Ха! Там что-то все горит. Там вообще какая-то херня. Ну там, по-моему, нападение, если честно. Так, все на херня здесь. Область исследования, отыщите сведения. Все мы грешны. Нет праведных ни одного. Всех нас ждет божий суд, а значит, надо бы искать избавление. Милостью господней послана нам помощь, матушка. Она скоро... Мне уже... Торговка. Милостью господней послана нам помощь, матушка. Она скоро выйдет. Поспешите в церковь. Все куда-то спешат. Может им что-то известно о королеве? Садись на любое место. Матушка скоро начнет. Ну давай, удиви. Тонула я в темных водах. Но тут вас сжег он свет свой благой. Столь славный, столь яркий. Вы верно помните, как святой Таурин вернул к жизни сгоревшую девицу. И я в детстве обгорела, чуть ли не до смерти. Но святой явился мне у алтаря, коснулся и исцелил. Время невластно над его мощами. Он коснулся меня, чтобы я коснулась вас. Такого даже Локи не выдумал бы. Бог есть свет. Но чем заняты вы в сиянии его? Всякий печется лишь о себе, погружаясь во тьму. Помыслы ваши, ваши сердца и тела отданы дьяволу. Все вы обречены. И нищий, и король, и королева. Изберите себя ныне кому служить, ибо грядет суд, а с ним либо избавление, либо вечные муки. Повернутая какая-то. Помолимся. Да, Эйвр, правильно, не предавай свою веру. Исчезла. Похоже, есть что-то известно о королеве. Надо ее найти. Ты не видела моего... Ты печалишься? Мой муж пропал. Он давно ушел за избавлением, и его все нет. О, это я виновата. Что еще за избавление? Муж меня любит, но вдруг решил оставить. Его сбил с пути истинного дьявол. Мы послали его в Аквилу на обряд избавления. Матушка сказала, что так можно изгнать дьявола. Значит, обряд проходит в Аквиле? Да. Там обитель матушки. Бедный мой муженек. Но ведь он цел, правда же? Молись своему богу, но на всякий случай. Готовься к худшему. Да. Нужно молиться. Молись, молись. Может быть, поможет. Жать на меня. Нужно заглянуть в Аквилу, где проводят эти обряды. Там он еще что-то. Просто как туда попасть? Что спрашиваю? Что спрашиваю? Запись от матушки. Диакон. К югу от Эврё. На пути, проходящего мимо той проклятой таверны, ты найдешь мой домик. Он уже давно пустует, и в нем нужно прибраться, так как мои труды не позволяют мне покинуть Аквилу. Удели особое внимание подвала, потому что его уже не единожды затапливало. и не беспокой посвященного, что обитает там сейчас. Он готовится к избавлению, и ему нужно пребывать в абсолютном одиночестве, чтобы услышать Господа. Матушка. Тут есть таверна. Может кто-нибудь там подскажет, где найти матушку? Ну сразу сундучок возьмем. Так, все, пошли отсюда. А когда все, блядь, скиллы успел потратить? Пустите в таверну сходим. С этими безумцами и так сладу не было, а теперь у матушки еще надо пленится. Об этом нельзя говорить. Ты что, Господи, не боишься? Хозяин, я тут впервые. Расскажешь, кто такая эта матушка? Наши пьянчуги только и говорят, что о ее обрядах избавления. Да, Бастиен? Дурень громогласный. Садись, Норманка. Бастиен тебя угостит и расскажет все, что хочешь. Так, Бастиен? Да, это я громогласный Бастиен. Бастиен пропойца. Но еще и щедрый Бастиен. Да, ты знаешь о нас больше, чем мы о тебе. Из каких ты мест? Я только что из миллиона. Миллион? Ты что же, из людей Сигфрида? Я просто странница, друг мой. Сторонись, Аквилы. Туда забирают народ для избавления. Могут и тебя сцапать. Расскажи мне побольше о матушке и этих ее обрядах. У нас от них прибавилось забот. А уж когда у матушки появилась знатная пленница? Шшшшш, Бастиен, Басти. Это божье дело. Что еще за пленница? А кто ее знает? Вроде как из свита короля. Где Бастиен? так ну понятно я слышал это говорил о матушке чего ты подслушиваешь чужие разговоры проклятая норманка тише друг мне просто любопытно к тебе так интересно матушка выйди через заднюю дверь пройди по дороге да постучись к ней так а вот те вот тоже что-то говорили с ними говорить нельзя так ну чё пошли не молись молиться про плохом особенно много тут я смотрю сундучков много в открытом доступе даже ой так ладно скажите ну чё ты делаешь а петей в 1 чистый чеснек заказ на витражи интересного ладно матушка держит нужно отную женщину на терке думал что это ее место больше на монастырь потому что похожи матушке надо смотреть заперта блять чем мы откроем попал а грани почитаем пушки на печати тот же знак что я нашла в покоях ангелевина король более не внемлет нашим словам я намеренный дальше терпеть отступничество королевы ее попытки помешать нам все готово чтобы ее устранить ожидать дальнейших казан и евро когда к евро когда королева будет у нас ее приведут к тебе незамедлительно отправляйся с ней в аквилу на обряд избавления наши 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 победа близка не теряй веры солиды глория и сидор и сидор я выпущу тебя отсюда нет оставь меня в покое мне нужно молиться об избавлении а ты иди матушка хочет подвергнуть королеву обряду избавления тут говорится что под крипты в аквиле есть тайный зал нужно найти эту крипту это написано м в евро м в окрестностях париже зачем снова выврел больше не выврел в доме м все еще никого нет снова выврел выврел все еще выврел чего-то ждешь а чё-то ждет большой отряд прибыл к дому м и после отправился как в аквилы с ними с ними была королева последовать проследовать за отрядом не удалось 22 за мной следят это у нее хиленькие двери какие-то люди называют матушку безумно но она помогла изменить мою жизнь и мое братец лишь она открыла мне непростую правду я не мог ей противиться аминь 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 что происходит что происходит ничего не происходит волка я вызвал не видно что он ассасин скрипт с каждым годом все безумные и безумные убейте матушку монашка по прозванию матушка управлял по прозванию призванием кузне конечно управляет жителями эвро запугивает их своими речами а теперь в ее власти оказалась королева орехи рихарда пока исследуйте аминь лучше скрыть лицо чем меньше внимания я привлеку тем проще будет найти королеву аминь 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 и сильно обиделся ключи страшника замок верно неподалеку надо еще того убрать я лишился семьи будущего а теперь ключ от крип а успокойся к аминь 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 но мне кажется она где то здесь вот она мне кажется по любому тут в воздухе пахнет кровью а на языке тяжелый ты потому что блять тут пиздец какой то что это саркофаг христиан все прочие сделаны давно этот новый допустим и оптимать что это ну ладно хоть не люди то хорошо вот тут так эти крестин кстати показывают церковь то я не знаю мне кажется нереально жесть в какой-то момент варенье как-то на самом деле не обязательно убивать чтобы не говорили было торрес я тебя не заметила ты новая помощница что же славно да меня прислали помочь неудачно ты выбрала время у них там королева скверны это я так не могу а я могу что мне сделать правда нож матушки нужно окунуть жертвенную кровь он на столе потом его надо отнести ей ладно я подготовлю нож и передам его матушки жди здесь уходить нож славно сделан но уже затупился резать им будет не просто указание для новых помощников его в кровь крайне важно предупреждение для новых помощников подготовка ножа должна приводить проводиться в течение соответствия с указанием дьявол дьявол следить за нами ошибки недопустимы помощники которые служат мне прежде пострадали за своей беспечности будьте бдительны заходя в комнату для приготовления вы оказываетесь в обители божии потом а потому видите себя подобающее проявляйте должное почтение и смирение возьми нож и куни его клин его клинок жертвенную кровь просто проследите чтобы ни капли не упала на рукоять осветив клинок жертвенной крови не касайтесь его входя во внутренний зал приз преисполнитесь благословением когда я подозву подзову вас притяните мне нож рукоятью вперед не поднимайте взгляд ничего не говорите не смотрите на человека над которыми я провожу обряд отдав нож быстро и тихо покиньте зал следуйте следуйте этим указаниям и избежите беды дьявол не сможет коснуться вас матушка вот конечно мозги пудрит а что избавление обходится недешево это чо нож покрыт кровью он позволит мне подобраться к матушке не навлекая беды на королеву они убьют королеву если я нападу в открытую нужно подобраться ближе не вызывая подозрений после пленения королева без нужного действия без без промедления ее похищения быстро узнают для избавления всей франки и крайне важно провести обряд для королевы не жди пока она даст свое согласие не пытайся убить ее сам господь предал на передал нам королевы и мы обязаны исполнить свой долг изгонить дьявол из ее сердце и степь из тебя прервут до завершения обряда убей ее пока королева держит силы недопустимо оставляя ее живых позволяю дальше отравлять ум и ум короля своими речами не станет страшись дело что тебе предстоит ты родилась ради того что свершить старше свершить и совершить его именно для этого господь спас тебе и даровал тебе несравнимую силу используя ее знаю что ты действуешь согласно его воле во благо франки самого царства небесного соли де глория и сидору через сидор интересно интересно я чего не творят людей заживо сжигают молочи конечно редкостные это не по-христиански ты ведь знаешь писание и фразе кто только научил тебя меня научил сам господь как ты скоро увидишь королева в плену а это лучшие воины матушки лучше избегать открытого боя с ними если открыть клетку в соседней комнате стражу идет проверить что случилось выпусти меня или меня убьют да выпущу я тебя не кричи у тех стражников есть ключ от клетки открыв ее я смогу их отвлечь да только как мы потом заберемся обратно а ну вон лестницу мальку тихо только не спрыгивает спасибо я не могу больше терпеть безглавие когда мне наконец принесут нож мы приступим к избавлению но не забывай королева что я лишь орудия господа наконец-то мой нож теперь можно приступать я матушка меня коснулся святой таурин я избрана богом а ты племенная кобыла при короле которого не любишь ну ладно что то есть ты хочешь отвратить его от бога как видишь от истинных слуг господних ничего не утаить видит бог я и не пытаюсь это ложь твоими устами говорит дьявол но мы вырежем его из тебя тогда ты и ты и я и господь узнаем правду будь уверена подать сюда мой нож святой таурин помоги однако а если бы я ничего не сделал так но стражи убежала я избавлю тебя потому что ты на меня возложил любование жаль что ей пришлось умереть она не всегда была такой и прожила слишком мало это вон какую хуйню натворила не жалею но похоже сам господь направил тебя сюда ты норманка верно я эйвор из клана ворона и никакой бог меня не направлял меня прислал твой коронованный супруг тебя прислал времени мало надо найти выход пока нас не обнаружили да пошли я не успела поблагодарить тебя ты очень отвага здесь ни причем я обещала доставить тебя к Карлу потому что у нас с ним уговор это типа сражаться должен был аааа короче опять что и крыс Крысы! Это всё чума. Сейчас здесь для них помнишь. Придут и другие. Но это будет позже. Лей. Тут чё? О, стрелы. Нет, по-моему. А ну мне, кстати, их нормально. Так, мне всё понятно вроде. Уже смылась, а? Не надо меня дождаться до приличи хотя бы. Стена тут хлипкая. Ты и правда была сегодня орудием божьим. Ну, мне пора. Я должна кое-куда добраться. Куда? Тебя освободил не твой бог, а я. И сделала я это, чтобы ты вернулась к мужу. К нему ты и отправишься. Думаешь, Господь не причастен к твоим поступкам? Любой может стать его орудием. И простой осёл. И ты. В любом случае, я доставлю тебя к Карлу. Ему нужна вовсе не я. Тебе можно верить. Я знаю. Бог вершит через тебя странные дела. Я покажу тебе, что ищет Карл. Так я это как его. Может, ты хочешь меня обмануть? Да. Сын Одина. Разве ты не видишь, как всё странно сложилось? Это точно дело рук божьих. Ну, давай уже показывай, что тебе надо. И вот главное, что ты то, что ты всегда считаешь себя правой. Ты мне нравишься. Господь не зря тебя выбрал. И я надеюсь, мы подружимся. Я пойду с тобой. Я на своём поскочу. Нахрен ваш. Я хочу договориться с твоим супругом, но он не простой человек. Как аккуратно ты подбираешь слова. Карл не всегда был таким. Каким он был? В детстве у него бывали припадки безумия. Взрослые решили, что он одержит. И провели над ним обрет. Потом он искренне уверовал. Но начал смертельно бояться огня. Оу. Когда мы встретились, он был честен и набожен. Ты будто гордишься Карлом. Он люб тебя. Да. В каком-то смысле. Ну, он не подогревали. По-настоящему. Чё-то капец какое-то. Он тебя не любит? Дело не в нём. Я не смогла быть такой, как надо. А он мужчина и нашёл. Утешение в других местах. Та монашка, матушка, убила бы тебя. Возможно. Её обряды избавления очень жестокие. Выживают не все. Ефразия состояла в тайном ордене, где верят, что Франки забыла Бога. О, здравствуй, орден. В том же ордене, думаю, был епископ Энгельвин. Ты его знаешь? Да. Они зовут себя Баллаторас Дей. Божьи воины. Их ещё осталось много. Фуково. О, ещё одна вышка. Да, да к этому соседней этот пошли. Всё, я понял, где мы тоже по карте. Чё-то щелчок. Чё-то такой, блядь, идёт. Хе-хе-хе-хе. Вот мы и на месте. Это Бернард. Мы здесь ради какого-то мальчишки? Да. У Карла есть сын. Оу. Малыш... Рихардо! Ты цела? Бог меня хранит. Не сомневайся в нём. Ну, конечно, в такой мамаши, так и потом в Бога будешь веровать. Это Эйвор, наш друг. Ступай умываться. У тебя больше краски на одежде, чем на холсте. Это факт. Он чудесно рисует для своего возраста. У него есть талант. Он назвал тебя по имени. Да. Звучит странно, знаю. Но я ему не мать. Как ещё ему ко мне обращаться? Так Бернард не твой сын? Увы. Но я всё равно его люблю. Как я сказала, мы с Карлом никогда не были близки. Но он мужчина и король. Конечно, нашлись другие, готовые утолить его голод. Так и появился Бернар. Ты спрятала его здесь от отца? Карл хочет, чтобы Бернар унаследовал его трон. А мальчик страстно желает угодить отцу. Ну и чё? Потому я и прячу его. Карл направит Бернара на тёмный путь, на котором не стать добрым королём. Я обещала Карлу вернуться с тобой. Ребёнка в это впутывать не обязательно. Я бы и не позволила. Бернар знает, что помощь можно найти в церкви, когда меня нет. Мне снова нужно отлучиться. Вернусь, проверю твои латинские глаголы. Я знаю, что ты без меня встретишься с отцом. Не думай, что я глупый. Спрятав Бернар, ты рассчитываешь не дать ему стать королём? Ты не так меня поняла, Эйвор. Бернар должен взойти на трон ради блага Франкии. Но ты видела, во что превратился-ка. Бернар молод, но станет славным правителем. И к твоим соплеменникам будет относиться лучше. Если Карлу нужен мальчишка, он разгневается, увидев тебя одну. Надеюсь, это не так. Карл знает, что меня схватили Беллаторас. Он верно волнуется. Мы не слишком ладили в последнее время. Но он же прислал за мной тебя. Может, он хочет примирения? Нет, он хочет от тебя ребёнка. Или чтоб ты его нашла, блядь. Ну, в точно не примирение. Это, конечно, дуринга. Чё это было, блядь? Рихард, ты так за мной не лезь, пожалуйста. Я тут просто синхронизирую. Вот это, кстати, нормальное место. У нас как-то обособлено, что ли, от того пиздеца, который там под Парижем творится. Всё, пизда мне. Нет? Серьёзно? А куда прыгать надо было? Вот. Ладно. Тут что-то. Ладно. А, кстати, подождите. Давайте сразу. Навыки покачаем. Так, я начал качать, по-моему, вот эту ветку. Потому что ту ветку я докачал. Да. Поэтому мы сейчас... Чё это у нас? Это уроны внезапной атаки. Вон, приждем в бою. Уложим способности. Нам надо до этой штуки дойти. Всё, пошли. Я уж думал, ты не запрыгнешь. Всё. Какая-то странная женщина. Чё, ничего даже рассказывать не будешь? Блядь, капец, он ходит, конечно, голодок дергается. Хе-хе. Ну давай уже. Из города выйдем и должен побежать. Всё. Бежал. Да. А я так полагаю, они сделают так, чтобы сын стал королём раньше. Только как-то они всё провернут. Мне кажется, так и всё закончится. Не двигается ранее. Постой. Если это так, она опасна. Всё хорошо. А, она в капкане. Что ж ты наделала? Вот так. Господь с тобой. Впредь будь осторожней. Ступай. Благородный зверь. Она уже сдалась. Ну а теперь всё хорошо. Слава Богу. Хуя ты добрая. Во Франкии все медведи ручные. Все божьи твари откликаются на любовь, Эйвр. Особенно, когда им больно. В этом они похожи на людей. У тебя дар усмирять зверей. Но сейчас ты говоришь о Карле. Думаешь, и с ним всё так же? О да. Особенно с ним. Всё, я приехал. Что ж? Вот и лагерь Карла. О! Жирный король, блядь. Я выполнила уговор. Вот твоя королева. Она невредима. Карл. Дорогая супруга. Наконец-то ты передо мной. После долгих и тяжёлых странствий тебе верно хочется подкрепиться. У тебя у него озвучка пафосная. Зря, Карл. Я была верна тебе так же, как самому Господу. Прости, что забрала Бернара, но... Ах да, мой сын. Я думал, что найду и его, если отыщу тебя. Но где же Бернар? Что с ним? Он цел. Помнишь вечер? Когда мы встретились. Я не забыл до сих пор. Понял, справа, интересно. Небо было ядрое. На лице. Усыпанным тысячами звёзд. В ночь после свадьбы оно было таким же. Я решил это знак от Бога, что нам суждено быть вместе. Ты была белым, чиста и изящна. И я думал, нынче я не принц. Я самый счастливый человек в мире. Вот так удача. Жениться на той, что столь легко падает в чужую постель. Ты не в мужья меня взяла, а в шуты. Карл, нет. За наш с тобой брак. А наш уговор? О, не бойся за Бернара, Рихарда. Он ведь мой сын. И без твоего вмешательства разыщет меня. А ты, отроди дьявола, считаешь, что можешь вести переговоры с королём Франков. Так вот твой уговор. Ты мне солгал. О, нет, я не лгал. Я сказал на всё воля божья. Такова его воля. Ну пизда тебе, значит. Я позабочусь о страже, а ты спрячься. Что ты делаешь? Ляу. О. Я смотрю тебе скучно. Умри. Бля, тут почему уроны пошли? Ну смотри, это чё. А, надо. Я не поныл. Короли. Говорят не то, что думают, чтобы получить то, о чём не говорят. Я не всё тебе рассказала о Карле. Прости. Я стыдилась правдой и думала раскрывать её ни к чему. Он думает, ты ему изменила. Его обвинением нет конца. Я надеялась, он одумался. Думаешь, он правда хотел нас убить? Да. Теперь Париж падёт. Карл всё для этого сделал. Сигфред был прав. Не гневись. С божьей помощью, Карл, как и та медведица, может спастись и стать тебе другом. Я не разделяю твою веру ни в Бога, ни в мужа. Но она делает тебе честь. Спасибо. Мне лестно это слышать. Полагаю, у Господа ещё есть на тебя планы. Оу. Нам суждено было встретиться. Мне интересно, где она умерла, то по итогу. Мы пойдём к беднякам Парижа помогать больным чумой. Там Карл не станет нас искать. А меня близ Парижа ждёт Сигфред. А ещё, приготовление к осаде и уязвлённая гордость. Бог благоволит смиренным Эйвор из клана Ворона. Вот увидишь. До встречи. Встречи. Нужно накинуть капюшон. Охрена тебе это делать? Давай просто сразу всё обыщем. Всё заберём. И всё. Мы потом сюда больше не будем вращаться. И вот стрел по итогу у нас 36 стрел. Мы уже пришли. Что нету больше? Нет, всё. Ну и хорошо. Да, вот здесь мы были, получается. Тут, кстати, вот что-то есть. И вот тут, кстати, что-то есть. Это я уже за кадром буду смотреть. Так, куда нам? Часть, честь и враги. Ну, а честь и враги мы с вами продолжим проходить уже в следующей серии. Вы были на канале Gaming Social. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Встретимся уже с вами в следующей серии. Пока-пока.